Всем привет дорогие друзья! Ну что 37 выпуск удара в эфире и сегодня мы с вами начинаем смотреть матчи с совсем недавно прошедшего чемпионата опасная зона 96 золото чемпионов. Напоминаю, особенностью данного чемпионата было то, что на нем разыгрывались абсолютно все актуальные титулы федерации, то есть все действующие чемпионы в этот вечер поднимались на ринг для того, чтобы защитить свои пояса. Да, кстати, знаете, я тут недавно узнал прелюбопытнейший факт. Оказывается, наше шоу смотрят не только ребята в возрасте до 18 и немного старше, но и люди довольно-таки взрослые. Так, например, бабушка одной из наших рестлерш является постоянной зрительницей удара и не пропускает ни одного выпуска. Поэтому, дорогие друзья, ну и конечно же вы, Валентина Николаевна, усаживайтесь поудобнее в эфире 37 выпуск удара. Поехали! И первым матчем нашего сегодняшнего выпуска станет командный бой двое на двое, в котором Кувалда и Юрий Чистяков сойдутся против Валерия Хамова и рестлера из Белоруссии Сергея Ходока по прозвищу Лом. Собственно, решение свести этих четырех рестлеров в команды друг против друга далось нашему генеральному менеджеру довольно просто. Ведь, как вы все знаете, отношения между Кувалдой и его соотечественником Сергеем Ходоком оставляют желать лучшего. Отношения между бывшими напарниками по команде ДДС Валерием Хамовым и Юрием Чистяковым это вообще война в полном смысле этого слова. Поэтому наш генеральный менеджер решил свести их в такие пары. Кувалда и Чистяков против Хамова и Лома. Остается только надеяться, что Кувалда, который взял себе такую привычку в последнее время, не вырубит своего напарника во время боя. Но, в принципе, давайте-ка сейчас сами все посмотрим подробно. Итак, дорогие друзья, добро пожаловать на 96-й чемпионат опасная зона, который называется у нас сегодня Золото Чемпионов! Совершенно верно, дорогие друзья, это Золото Чемпионов! Это независимая федерация рейтинга и 96-я опасная зона. Почему этот чемпионат называется Золото Чемпионов? Потому что каждый обладатель чемпионского пояса будет в этом турнире, каждый в своем матче, защищать свои чемпионские пояса. Но помимо чемпионских матчей будут матчи и обычные, ну в каком смысле обычные, в том смысле, что никакие чемпионские пояса, титуловые звания на кону стоять не будут. И прямо сейчас первый матч с 96-й опасной зоны именно такой командный бой двое-надвое. Частники этого матча были известны заранее. Это Юрий Чистяков и Кувалда против Сергея Ходока по прозвищу Лом и Валерия Хамова. Собственно говоря, команды бывших напарников друг друга сегодня объединяются против других своих напарников. Собственно говоря, Валера Хамова был в команде с Юрием Чистяковым, пока Юрий Чистяков его не предал. Ну а Кувалда был в одной команде со своим земляком Сергеем Ходоком по прозвищу Лом. Кувалда считает себя лучшим. И в какой бы команде он ни был, продолжает считать себя лучшим. И в один прекрасный момент он разозлился на Лома, который, по его мнению, по мнению Кувалды, считал себя более успешным, более талантливым, просто более хорошим рейдером. Почему он и напал на него, из-за этого их команда проиграла. Команда называлась «Белорусская сила», поскольку и Кувалда, и Лом, я напомню, из Белоруссии в лету. А Хамов и Чистяков – представители Москвы, России. Собственно говоря, Кувалда и Чистяков уже на ринге. Осталось дождаться только их оппонентов, бывших напарников. Знаете, как говорится, нет более злейших врагов, чем бывшие друзья. Сегодня в очередной раз мы проверим эту поговорку. На ринг сейчас, судя по музыке, выходит Валерий Камов, бывший чемпион в легком весе. Был он им, правда, недолго. Буквально всего несколько часов это произошло в позапрошлом чемпионате в Лужниках. В начале чемпионата он выиграл легкомесный пояс, но практически в самом конце чемпионата пояс свой он проиграл. Был он в команде, как я еще много раз говорил, с Юрием Чистяковым. И был жестко и жестоко Юрием предан. Валерий Камов, представитель так называемого «Хулиганского движения», футбольный фанат, болельщик московского клуба «Динамо», одного из двух великих московских футбольных клубов, всего два. Это клуб ЦСКА и клуб «Динамо». Так что, что касается ударной техники и вообще жесткого такого агрессивного кулачного стиля, это самое оно к Валерию Камову. Ну и вот его напарник по сегодняшней команде, бывший напарник у Валды по команде «Белорусская сила» Сергей Ходок по прозвищу «Лом». Помимо рестлинга у себя на родине в Белоруссии, «Лом» очень успешно занимается смешанными единоборствами. Ну вот, несколько лет назад добрался наконец-то Сергей Ходок до рестлинга, а еще спустя некоторое время начал выступать в независимой федерации рестлинга. Сначала редко появлялся, но сейчас к радости болельщиков стал очень-очень частым гостем на ринге «НФР», и за что ему огромное спасибо можем сказать и говорим. Так, ну, надо определиться, кто начинает бой. Так, Хамов и Хамов у Чистяков. Бывшие напарники по команде, которым есть, как говорится, что делите! Посмотрите, как Валера Хамов сразу набрасывается на Юру Чистякова. С ноги в живот так его встретил, что Юрий упал, как подкошенный. Единственное, на что хватило сил сейчас у Чистякова, это выбросить Хамова с ринга. Дробь кик в голову, вот это уже серьезней. И достается тут же Лому. Лом злится, но держит себя в руках, правила не нарушает. Ждет своей очереди. А Чистяков душит Хамова об канат, за что сразу же получает предпочтение от судей, поскольку это запрещено правилами. И, конечно, дисквалификации за это не будет, но предупреждение 100% рефери пока отлично выполняет свою работу, даже несмотря на то, что идет буквально первая минута матча, или даже вторая. Отличную технику демонстрирует Валера Хамов. Ну, вообще, несмотря на то, что всю жизнь Хамов практиковал ударную технику, как мы видим, борцовский стиль также ему не чушь. Причем каждый раз он удивляет чем-то новым, но не забывая при этом про ударную классику, пытается сейчас из хедлока вырваться Юрий Чистяков. Хамов у него это даже получается. В конце добавил так слегка, скользь попал, но, тем не менее, попал дропкиком. Запуск! Обидный какой пробок! Сразу же набрасывается Хамов на своего бывшего напарника, и четко челюсть сейчас проводит ему Индзегири, и меняется Юрий Чистяков на кувалду. Хамов сразу набрасывается на кувалду, но отлетает от него, как пушинка, через весь ринг. Сергей просит право боя и получает его. Итак, бывшие напарники, оба из Белоруссии, кувалда и лом! Набрасываются друг на друга! Промах! Вот, вот! Посмотрите, Юрий Чистяков просто охренел и охамел настолько, что на голодах у Худии нарушает правила. Вот знаете, чего получает предупреждение? Промах! Теперь уже пробахивается кувалда. Друг к друга врезаются рестлеры, но каждый остается стоять на ринге! И вот только дропкиком на противоходе сейчас косит лом кувалду. Отличный Джек Хаммер, между прочим! Поначалу думал, будет суплекс, но практически сейчас такой полусуплекс полуджек Хаммер сделал. Сергей Ходок пытается ему помешать! Юрий Чистяков, и у него это получается! В самый последний момент кувалда из-под падающего лома вылезает и пытается провести удержание. Не получается! Снова раз! Два! Нет! Нет, нет! И снова ничего не получается у кувалды. Делает судья подупреждение кувалде, что нельзя хватать за волосы. Пытается как угодно контратаковать сейчас лом. И получает бэкдроп. Ни один, к сожалению, из его ударов цели не достиг. Пока что ход матча полностью контролирует кувалда. Раз! Нет! До одного! Только до одного успела отсчитать судья, после чего лом вырвался. Оф! С какой же силы кувалда сейчас в угол отправил лома и добавляет ему в этот самый угол клоузлайн. Ну что ж, пока что поговорка оправдывается. Действительно, нет более злейших врагов, чем бывшие друзья. А лом уже немножечко поплыл. Хотя, может быть, я слишком рано сделать свой прогноз реверс. Да. Теперь уже Юрий Чистяков спасает кувалду. А ведь вполне мог сейчас удержать. Лом кувалду. Посмотрите, какая силища-то белорусская. Подхватил в полете. После приземления Юрий Чистякова и практически кататомик ему прописал об колено. Чоп! Запуск в угол! Плечевой таран. Плечевой таран. Отличная комбо локтями. Раз, два, урок арифметики локтями. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Двойной топорный в конце. Да, локтями, конечно, жестко очень работает. Лом поднимает Чистякова на плечи. И... Доблстонг! И камикадзе слэм. Тут же сальто лэк-дроп добавляет хамок. И теперь уже спасает кувалду своего напарника по команде. Прерывает он это удержание. Дропкиком отправляет в угол Юрий Чистяков. Узи этих хамов Юрий Чистяков. И требует, чтобы на ринг вышел кувалда. Сразу же набрасывается он на кувалду. Осыпает его градом ударов. Но тому и так все равно, что слону дробина. Мощный удар. И в корпус пропускает от кувалды Валерий Хамов. Но в последний момент смог поставить блок. Тут и Чистяков ему. Из-под тишка в затылок бьет. Пытается сопротивляться хамов. Но у него это не получается. Все-таки против двоих. Еще один из которых находится за спиной. Работать очень тяжело. Кувалда душит хамову об канаты. Судья делает предупреждение. Это запрещено. Да. Пока что кувалда не контролирует ход в этом матче. Да, отличный, хороший, мощный субликс. Ну, удержание будет, нет? Будет раз, два. Нет, вырывается, вырывается Валерий Хамов. Силы еще остались. Валерий Хамов. Лом. Уже там кричит во все горло, чтобы при первой же возможности Хамов передал ему право боя. И отличная хринкарана. Наконец-то Хамов приходит в себя. Отличный удар ногой в прыжке со второго каната. Да еще и с разворотом. Ну, просто красава. Не получилось сейчас ударить ногой в спину Хамову. Чистякова из-под тяжка. Еще разбег. А вот со второго раза все-таки пробивает он Хамова. Кувалда пытается свернуть. Не получается. Тут же меняется Хамов на ломо. Так, куда бежит Чистяков. Чистяков нападает на Валеру Хамова за рингом. Но самое интересное, самое важное, конечно, на ринге происходит. Здесь опять белорусы друг с другом выясняют отношения. Отличный франкенштайнер с места. Судья готовится добить ломку Валду. И что это будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Судья отвлекся. Этого не видел. Раз, два, три. Победа. Буквально вот повернись ты на сотую долю секунды позже, судья. Или протянись ты с этим Лоублоу на сотую долю Чистяков. Была бы дисквалификация. А так судья повернулся ровно в тот момент, когда улом получил Лоублоу от Чистякова. И ничего не заметил. Кувалда и Юрий Чистяков поддерживают победу в этом матче. К сожалению, Лоуб и Валера Хамов проиграли. К огромному сожалению фанатов, потому что симпатии, конечно, были в этом матче на их стороне. Это было понятно, но, увы и ах. Вот так вот. Подлость и коварство получили победу, которую они, в принципе, в общем-то и не заслуживают. Но в рестлинге так часто бывает, когда техничные, скоростные рестлеры проигрывают вот такой подлости и коварства. Ну, чем закончится эта история, будем смотреть. Рестлинг. В эфире рубрика «5 вопросов рестлеру» и сегодня у нас на связи прямо из славного города Гомель рестлер по имени Сергей Ходок по прозвищу Лом. Привет, Серега! Привет, Гомель! Итак, привет, пресс! Привет всем поклонникам независимой федерации рестлинга! С вами Сергей Лом Ходок в рубрике «5 вопросов рестлера». И первый вопрос. Звучит он так. Как ты попал в рестлинг? Ну, скажем так, это было осуществление детской мечты. Как и многие подростки, в принципе, странах СНГ, на тот момент, конец 90-х, начало 2000-х годов, я застал такой период, когда по телеканалу ТНТ транслировались бои под названием «Титаны рестлинга», которые комментировал на тот момент Николай Фоменко. В принципе, от одних его комментариев можно было только влюбиться в этот спорт, не говоря уже о том, что показывали эти люди. И вот, в принципе, я прошел много разных боевых школ, начиная от школы рукопашного боя, так и в андогольной борьбы, в принципе, во всех я имел какие-то заслуги и награды. А в профессиональный рестлинг я пришел, когда мне было 20 лет, с помощью уже интернета более развитого, это был 2010 год. Я связался с ребятами из своего города, которые тоже занимались каким-то, в принципе, на тот момент бэк-ярдом. И мы создали такое первое объединение, которое мы назвали «ХСВ», то есть «Экстремальный синдикат рестлинга». И это, в принципе, стало началом для белорусского профессионального рестлинга. Сейчас это переросло в профессиональную федерацию, которая контактирует и, в принципе, является филиалом японского промоушена «Zero One». Ну, мои дороги с ними сейчас, к сожалению, в принципе, разошлись, и я выступаю на рынке независимой федерации «Рестлинга». Второй вопрос. Что означают иероглифы на твоем логотипе, ну, который у тебя на майке? Следующий вопрос – это разъяснение моей символики, которая у меня на майке. Итак, за основу этого символа был взят знак «Биохазард», обозначающий радиацию. Так я вижу, в принципе, все материальное, что окружает нас вокруг. Вот, в центре этого знака находится круг, в котором находится мое имя. То есть, все это окружает меня. Каждые лопасти «Биохазарда» вы можете наблюдать по одному иерогу, который обозначает путь, воин и вечный. Вот, то есть, я нахожусь в своем вечном пути воин. Каждый человек, который хочет чего-то добиться, я считаю, он должен постоянно искать себя. И вот это на протяжении всей жизни меня, собственно говоря, и преследует. И тогда еще отвечу на второй вопрос из этого разряда. Что же все-таки обозначает моя татуировка? Он не вошел туда. Вот, татуировка, почему это голубь и что там написано? Эта татуировка посвящена памяти моего отца. Почему он все-таки голубь? Мой отец был когда-то военным. И он, скажем так, тоже летал под этим небом для того, чтобы я мог жить мирно. И вот, в принципе, такая своеобразная птица мира. А на ленте здесь написано слово «отец». Третий вопрос. Откуда взялось такое любопытное прозвище «Лом»? Интересный вопрос. А так, почему же все-таки «Лом»? Ну, это, в принципе, сложилось еще со школьных времен, со двора. Наверное, это в силу моего характера. Такое вот местами дурное. Все время, несмотря ни на что, пытался добиться своего. Это было на разных уровнях, в той же самой вольной борьбе, то же самое было на тэквондо, в футболе. Ну, и потом, когда я уперся просто рогом и сказал всем своим родным родственникам и друзьям, что я стану профессиональным рестлером, меня только, в принципе, смеялись. Вот, это было созвучно для них больше даже моим прозвищем «Лом», как губолом. Ну, то есть, человек, который ничего не соображает, ну, в дальнейшем как можно в стране, в которой об этом знает, в принципе, один человек из десяти, а то и сотни, что-то создать и развить. Ну, в принципе, прозвище оправдалось, и да, его спустя какое-то время, буквально мы тогда в течение двух лет развили с нуля, бюджет оболь, просто уединить любой валютой, мы развили полноценный промоушен. Четвертый вопрос. Звучит он так. С кем из рестлеров НФР и иностранных рестлеров ты хотел бы встретиться на ринге, если бы была такая возможность? Да, тоже такой очень обширный вопрос. Ну, в принципе, что касается независимой федерации рестлинга, все, я думаю, впереди, еще, скажем, успею встретиться на ринге. А вот касательно зарубежных звезд, ну, в принципе, в каждой федерации есть свои наиболее такие яркие представители, так же, как и в любом пропагандируемом стиле есть свои яркие представители. Ну, вот, на данный момент, кого бы я очень хотел увидеть, своих оппонентов, наверное, в первую очередь для того, чтобы набраться опыта, я бы назвал следующих людей. Это, ну, естественно, феноменальный AJ Styles, вот, Крис Джериха, тоже отличный. Если брать японскую сторону рестлинга, я бы хотел увидеть у себя в соперниках, естественно, Хироши Танакаши, это был один из моих кумиров. Далее, Шинский Накамура, ну, в принципе, сейчас он уже стал звездой WWE, надеюсь, что он там добьется, в принципе, больших высот. Вот, далее, великий американский дракон Дэниел Брайвен, к сожалению, сейчас он уже закончил активное выступление своим на профессиональном ринге. Остин Эйриес, ну, я, в принципе, думаю, что этот список можно продолжать до бесконечности, вот, и, в принципе, мое мнение, то, что не бывает плохих рестлеров, и каждый просто выполняет свою функцию, которую он должен выполнять на ринге, и матч буквально с каждой звездой будет просто замечательный. Так, ну и пятый, заключительный вопрос. Мы только что посмотрели ваш матч, где ты в паре с Хамовым дрался против Чистякова и Кувалды. Бой этот закончился подло, и не в вашу пользу вопрос такой. Будете ли вы как-то мстить, и если да, то как команда или поодиночке? Ну, и так, и последний вопрос, чего же все-таки мне и Валерию Каму не хватило в матче на предыдущей опасной зоне. Ну, наверное, в первую очередь нам не хватило смелости научиться бить по яйцам своих бывших командных партнеров, вот. Нам не хватило наглости нападать со спины, ну, и кучу всего. Ну, думаю, всех тех качеств, которые были присущи нашим соперникам, вот, мы вышли на ринг и дрались честно, в отличие от них, вот. А по поводу мести, это, я думаю, неправильная формулировка, я всего лишь желаю добиться справедливости, я хочу встретиться на ринге с Кувалдой один на один. Я думаю, этот бой уже, в принципе, покажет то, чего стоит, где не будет никаких посторонних вмешательств, ударов со спины, только я его. Так, с вами был Сергей Ром Ходок в рубрике «5 вопросов фреслеру». Смотрите наше регулярное шоу «Удар», посещайте на наши чемпионаты и подписывайтесь на наш канал. До скорых встреч! Ну, на этом все, спасибо Сергею Ходоку, с вами была рубрика «5 вопросов фреслеру», а я напоминаю, что вопросы нашим борцам вы можете задавать в нашей официальной группе ВКонтакте, специально обвезенной теме. Женский рестлинг всегда был украшением шоу. Прекрасные элегантные дамы выбивают друг из друга дурь, но кто будет против? Ведь уже скоро год, как в НФР, возрожден обновленный женский ростер, и он не только доказывает свою состоятельность, но и растет. Поэтому руководство НФР решило вернуть чемпионство среди девушек. И в ближайшее время состоится турнир среди всех участниц женского ростера, а победительница станет новой чемпионкой НФР. Следите за анонсами. Ну и чтобы не быть голословным, друзья, вот он, титул женской чемпионки Федерации. И уже очень-очень скоро мы узнаем, кто же из нового обновленного ростера ДИФ, НФР, станет чемпионкой. Пришло время для традиционного розыгрыша призов. И сегодня, друзья, мы разыгрываем, точнее уже подводим итоги розыгрыша за прошлую неделю. Призом у нас была вот такая футболка бывшего сексуального папочки, а ныне Руслана Серегина Супер-Руса. Футболка Супер-Рус 2016. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно было составить группу НФР ВКонтакте и репостнуть из этой группы прошлый выпуск удара к себе на страницу. Ну и что же, все. Больше ничего делать не нужно было, и сейчас наша бездушная машина выберет из вас одного победителя. Поехали! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну а наши розыгрыши продолжаются, и на этой неделе у нас тоже будет конкурс репостов. Как обычно, вы состоите в группе NFR ВКонтакте и репостите данный выпуск удара себе на страницу, и не удаляете его до подведения итогов розыгрыша. А это у нас состоится в следующем выпуске. Все, все условия озвучили, а приз, про приз я вам расскажу уже в самом конце выпуска. Ну, поверьте, тому причины есть. Все, на этом заканчиваем, увидимся уже в конце выпуска. Вторым матчем нашего сегодняшнего выпуска станет бой за титул чемпиона... Москвы. В прошлом выпуске мы все любовались прекрасным матчем между Сержем Салливаном и Дмитрием Орловым. Бой оправдал все ожидания, но всех поразило то, что после матча вышел Иван Марков-Локомотив и показал, что он собирается уже в ближайшее время забрать этот титул. Казалось, многие подумают, что главным фаворитом можно сразу записать Локомотива. Да, это абсолютный король хардкора, да, он владел почти каждым титулом в НФР. Это тот человек, который бил таких звезд, как Эджи Мерико, Сэнджей Даттл и других иностранцев владел даже титулом в Японской Федерации Юнион Про. Однако напомним вам, что уже был матч между Сержем и Локомотивом, и тогда тоже никто не ставил на веселого и задорного ирландца. Однако в конце именно он совершил победное удержание, поэтому счет в матчах между собой у Салливана и Локомотива 1-0 не в пользу последнего. Но теперь статус матча еще выше, ибо на кону чемпионство Москвы, и первый чемпион в истории НФР не горит желанием расставаться с ним. И прямо сейчас наш следующий матч, это будет бой 1 на 1 за титул чемпиона Москвы по рестлингу. Итак, дорогие друзья, следующий матч, который мы с вами будем наблюдать вместе, который прошел на чемпионате опасной зоны номер 96, но он за чемпионом. Это бой за пояс чемпиона Москвы по рестлингу. Первый в истории независимой федерации рестлинга чемпион Москвы Серж Салливан будет защищать этот титул против самого опасного, того опасного из тех рестлеров НФР, против которых он когда-либо на риск выходил, потому что его сегодняшним соперником, его сегодняшним оппонентом будет абсолютный король хардкора Иван Марков «Локомотив». Дебютировал «Локомотив» в далеком 2004 году. За плечами у «Локомотива», помимо школы НФР, было много лет занятий боевым самбо. Был он двукратным чемпионом в парных боях. Выиграл турнир Кубок Президента 2005 года. Он несколько раз был чемпионом НФР, был и хардкорным чемпионом, пока этот титул уже упразднили обладатель, как я уже говорил, титула абсолютного короля хардкора, чемпион Юнион Трумакс Японии, между прочим. И вот сейчас, как всем этим своим наградам, Иван Марков «Локомотив» может пригласить еще и поиск чемпиона Москвы. У Сержа Салливана, у действующего чемпиона, никакой богатый пушистый список. Дебютировал он на 6 лет по «Локомотиву» в 2005 году. И всего лишь дважды он был чемпионом. По чемпионству Москвы оба разу, он был чемпионом в парных боях с Константином Лопатым. Кстати, что самое интересное, в матче против «Лопатки» когда-то давно, в 2010 году, Серж Салливан и дебютировал. Ну, точнее, там был матч троих, был там еще Иван Коротков, но Иван, к сожалению, в независимой федерации рестлинга более не выступает. А вот Серж Салливан вписал свое имя в историю независимой федерации рестлинга, сам первым чемпионом Москвы. И прямо сейчас самое важное, самое значимое защиту титула в жизни Сержа Салливана. Потому что защищать он свой титул будет против абсолютно сумасшедшего человека, который готов себя переломать, лишь бы чтобы победить своего соперника, который сходит с ума, жестит, уничтожает все на своем пути, у которого может на ровном месте поехать крыша. И все это Иван Марков-Локомотив, который от матча к матчу все сильнее и сильнее жестит и сходит с ума. Как бы сейчас, к моему огромному сожалению, Серж Салливан не попал на пик этого сумасшествия. Иван Марков-Локомотив, конечно, и опытнее, и ростом повыше, и весом уж тем более. У Салливана, напомню, рост 1,83 см, вес 88 кг, у локомотива рост 1,86 см, вес 105 кг. Очень-очень тяжелый сейчас будет матч для Сержа Салливана. Конечно, рискну сейчас сыграть его капитан-очевидность, но это самый важный матч Салливана в его карьере. Против самого жесткого и самого жестокого рестлера из всех борцов независимой федерации рестлинга. Самый важный матч в карьере Салливана, и я гарантирую, будет самым для него тяжелым. Ну что ж, гонг прозвучал. Не торопится локомотив нападать на Салливана, хотя до этого обещал, что размажет его по рингу. Локап пытается, вы посмотрите, даже немножко получалось затолкать локомотив в угол, но тот включил такую мышечную массу и пролетел через весь ринг Серж Салливан. Так, что происходит? О-хо-хо-хо-хо! Господи, локомотив! Да ты выступаешь на ринге в два раза больше, чем Салливан! Как можно было попасться на такой детский прием? Ваня, господи, ну что ж ты делаешь-то? И снова! Ха-ха-ха! И пытался перехитрить сейчас Салливан локомотива, но... Точнее, локомотив Салливана, но в итоге Салливан, да, перехитрил локомотива второй раз. Конечно, рад Серж Салливан, что он вот так вот, такую вот синюю подложил лока, но локомотива лучше не злить. Если этот человек, а крыша начнет ехать, а она у него поедет, Салливаны с ринга будут сосгребать. Жестка коленом! Реверс! И на противоходе локомотив всей своей 105-килограммовой массой сносит 88 килограмм Сержа Салливана. Здесь, конечно же, без вопросов. Вторая попытка, оба остаются на ринге. Почему ты не упал, говорит Серж Салливан? Ну, а ты включи... Включи голову, Серж, поймешь, почему человек с ростом 186 и весом 105 не может упасть от человека с ростом 183 и весом 88. Вот я говорил, что локомотив сумасшедший. Нет, по-моему, Салливан сейчас заразился флюидами сумасшествия от локомотива и предлагает ему не драться, а сыграть в камень-ножницы-бумагу. Кто выиграет, тот и будет чемпионом. Зрители, конечно, от этого не восторгивают, потому что они хотят рубилово-мочилово, но... Салливан их не слушает, не слышит, не слышать не хочет. Все, вот камень-ножницы-бумага, господи, какой сюр происходит на ринге. Камень-ножницы-бумага выиграл Серж Салливан. Неужели локомотив на это согласится? Нет, нет, конечно, пытается локомотив свернуть! Не получается! Промах! Ниндзигири получает лока от ирландца! Я на секунду поверил, что локомотив согласен с условия Сержа Салливана, но... Я все-таки локомотива, судя по всему, лучше знаю, чем Серж Салливан. Я в это, конечно, не поверил, а вот Салливан практически поверил! Попытка суплекса, перелегая через локомотива Салливан, пытается немецкий провести он лока! Но вместо этого чуть-чуть спину себе не сорвал. Да, конечно, мышцы Салливана есть, и по аулифтингам он когда-то занимался, что продолжает это делать, но вот судья сейчас массирует ему спину. И локомотив показывает в суде, как нужно правильно массировать спину, если ее чуть не сорвал. Потому что сделать немецкий не смог, не смог с прогибом воткнуть сейчас в ринг Салливан 105 килограмм абсолютного короля хардкора, но, тем не менее, продолжает ударной техникой, локомотива запрессовывает. Несколько успешных атак, но локомотив подхватывает Салливана на прыжке и раскручивает и проводит немецкий. Немецкий суплекс от локомотива. Раз, два, вырывается Салливан. Еще одна попытка удержания, снова Салливан вырывается, а с третьего раза даже до двух судья не успел отчитать. Ну и локомотив решил применить старый добрый слипер. Иногда, вы знаете, в рестлинге не нужно выпендриваться, какие-то очень экстравагантные приемы проводить. Нужно, можно и нужно иногда старую добрую классику. Это, конечно, не так зрелищный эффект, но зато может быть эффективно. Да, локомотив сейчас бульдогом цепился в Салливана. У того опять прихватило спину. Судья опять ему массирует. И вы посмотрите, а массаж-то помог! Из последних сил Салливан в бэкдроп проводит локомотиву. Но держит уже спину. Видимо, все-таки сорвал он себе спину, когда пытался провести немецкий суплекс Лока. Зрители поддерживают и локомотива, и Салливана. Больше, чуть больше, конечно, за Лока. Да. Локомотив, между тем, выбрасывает Салливана с ринга. Да, все, бой плавно переходит в зрительный зал. Просит локомотив очаровательную блондинку, чтобы она освободила место. Видимо, у локомотива другие планы на это место. И... Попытка бомбы не получается. Вместо этого Салливан... Торнадо Дидиди Ти головой в стул отправляет ирландец локомотива. Отличная контр-атака от Салливана. Наход уже на ринге. Разбег! Суицидальное сальто между вторым и третьим канатом. Но локомотив пламит Салливана. И... Неужели будет бомба? Да! Бомба на металлический край ринга. Спиной прямо на опрон. Возвращается локомотив Салливана на ринг. Хотя изначально локомотив не пытался это сделать между Салливан. Сам пытался там оказаться. Вот! Пошла жесть! Пошла жесть от Лока! Начинает уже по полной программе страдать Серж Салливан. Чоп! Неплохой данкий Чоп! Превозмогая боль делает его Серж Салливан. Но локомотив эту боль терпит! Еще один Чоп! Лока стиснул зубы! Напряг все свое тело, но терпит! Поверьте, это адски больно! Посмотрите! Посмотрите на лицо локомотива! Но все-таки перетерпев он всю эту боль, Салливан держится за руку, который только что пробивал локомотиву Чопы. И Чоп еще и по больной руке! Попутно издевается локомотив над Салливаном! Сибирский Чоп! И еще один! Запуск! Двойной Чоп в углу получает Салливан! Да! Салливан летает из угла в угол! Как не знаю, теннисный мячик какой-то! Клод Злай нищеб просто сейчас провел локомотив с Салливану, но на счастье ирландцы рядом был канат. Можно было даже не вырываться, просто Салливан дотянулся до каната и ухватился в него. Напоминаю, что это бой один на один, бой по классическим стандартным правилам, поэтому локомотиву придется без хардкора в этом бою обойтись. Попытно супликса не получается. Салливана, правда, тоже не получается. И вот так вот резко локомотив со второго раза все-таки сумел провести Салливану супликс. Отличный брейнбастер! Коронный прием Салливана! И два! Нет, нет, вырывается локомотив после коронного брейнбастера от ирландца. Да, вот, не говорил я, что у Салливана есть опыт в хардкор боях. Конечно, не такой, как у локомотива. Тот-то вообще лучший хардкорный чемпион и тем не менее короля хардкора. Звание абсолютного короля хардкора! Сейчас локомотив ловит Салливана на приземлении. Но, тем не менее, факт есть факт. Опыт в хардкор матче есть и у Лока, и у Салливана. Ну, а локомотив готовится добить ирландца. Додержание будет локобомба! Да! Локобомба! И... Ну, будет удержание! Нет! Я специально сделал паузу, чтобы вы, дорогие друзья, у экранов оторались во всю горло, потому что только что на ваших глазах Иван Марков, локомотив, становится новым чемпионом Москвы по рестлингу! Победил он Сержа Салливана и отбирает у него поезд чемпиона Москвы! Удержал Салливану локомотив после своей коронной локобомбы! Много приемов наполучал Салливан от Лока, вырывался после всех, но после локобомбы сил вырваться уже не хватило! Иван Марков, локомотив, впервые за свою карьеру становится чемпионом Москвы по рестлингу! Салливан, к сожалению, проиграл! И, посмотрите, кровь идет у Салливана! Весь в крови! И когда он, правда, успел так окровиться, я не понимаю! А на ринге Джокер! Вот вы видите в гипсе Джокер, который получил сложнейший, тяжелейший переног руки в матче против своего друга и напарника локомотива на чемпионате Абсолютное безумие в Санкт-Петербурге, на ринге Нозелдсторм Рестлинг! Но операция сложнейшая, трехчасовая операция прошла успешно! И выписан из больницы Джокер, который выходит, ну, наверное, чтобы поздравить своего друга! Правда, непонятно, зачем люминецентную лапку таскает с собой Джокер! Но, я думаю, мы это со временем узнаем! Фанаты там чуть ли не кланяются Джокеру! Да, конечно, вот еще один сумасшедший на всю голову парень! Рады мы Джокера видеть! На ногах ждем! Ждем, когда же он наконец-то восстановит свою руку! По прогнозам врачей, это около двух месяцев минимум в гипсе! Мы будем надеяться, что восстановление будет успешным! Сколько с матчем? День, сбывай свою ногу! Слодорка-то не разочаровываешь, ты еще Харпур подмотал нашу, на прошлой неделе. Харпур подмотал меня, ну, как ты видишь! Ты должен был выиграть! Вот кто-нибудь взяли, сомневался, чтобы победил эту матчу в этом матче! Верси! Как раз очень много врачей, у меня ни секунды сомнений не было, кто победит и станет новым чемпионом Москвы! Повторяю! Победим! Знаешь, наконец-то у нас достойный чемпион мосты, я это говорю через три недели! Мужик, а можно прохождать? Расклорял мне башку плафона! Мы залили кровью весь этот пикер! Ты сломал мне руку! Вот так вот ты сломал мне руку, раздил флопон об голову, залил Санкт-Петербург в моей крови, но это было чертовски круто и весело. Но я говорю, вот два сумасшедших они друг друга нашли. Самая сумасшедшая команда. Локомотив и Джокер и... Джокер поздравляет Локомотива с победой. Да, это правда. Два психа, два сумасшедших. Два человека, у которых крышу может сорвать на ровном месте. Локомотив и Джокер. Джокер пока, конечно, прекратил на время выступления, пока рука не заживет. А Локомотив, я надеюсь, с честью будет нести это звание, этот титул чемпиона Москвы по рестлингу. Второй чемпион по рестлингу, чемпион Москвы по рестлингу в истории независимой генерации рестлинга. И я даже не представляю, кто будет тем человеком, который сможет этот поиск у Локомотива отобрать. Ну вот, Федерация имеет нового чемпиона Москвы в лице Локомотива. Сержу Салливану хочется сказать спасибо, его чемпионство было замечательным, и он был очень достойным чемпионом. Однако, мы двигаемся дальше, у нас новый чемпион Москвы. Ивану Маркову хочется посоветовать не расслабляться, поскольку уже в ближайшее время на чемпионате опасная зона 97, которая пройдет под девизом «Победитель получает все», Ивану Маркову Локомотиву предстоит сразиться с нынешним чемпионом Федерации. И на кону будут стоять оба титула. То есть, как вы понимаете, один победитель забирает сразу два пояса. Ну что ж, на этом я хотел бы с вами попрощаться, однако я же обещал, что сейчас должен озвучить призы к нашему выпуску. Итак, я напоминаю условия. Вы состоите в группе НФР ВКонтакте и делаете репост данного выпуска к себе на страницу. И призом, точнее у нас в этот раз три приза, это вот такие афишки-постеры. Золото чемпионов «Опасная зона 96» с фотографией Ивана Маркова Локомотива, нынешнего чемпиона Москвы, и с его персональным автографом. У нас в этот раз будет три победителя. Итак, состоите в группе НФР ВКонтакте, репост данного выпуска удара к себе на страницу, и трех победителей наша машина выберет через неделю. Да, выпуск не удаляйте. Он должен сохраниться у вас на стене до подведения итогов. Ну что же, а на этом все. Ставим лайки, делаем репосты, подписываемся на наш канал на ютубе, вступаем в нашу группу ВКонтакте, пишем комментарии, это важно. С вами был Пресс, это было шоу «Удар». До встречи через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!